Всем привет! Вы на канале Коптер Тайм. Очередной интересный выпуск Дрон Ньюз специально для вас. И сегодня, кстати, мы пишем с очень крутого фестиваля под названием Большие Гуси, который проходит недалеко от города Тверь. К сожалению, погода внесла свои коррективы в летную программу, но в принципе народ не унывает. Готовятся тусоваться, готовятся танцевать, есть шашлыки и все такое прочее. Первая новость, о которой хотелось бы с вами поговорить, это внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации. Там огромное количество поправок, официальный текст мы оставляем в описании под этим видео, точнее ссылочку на весь этот текст. Но основные поправки, о которых бы хотелось бы говорить, это поправки касаемо БВС. А именно, первая поправка по поводу транспондеров, то есть будут использоваться транспондеры на БВС для того, чтобы диспетчера видели все эти беспилотные летательные аппараты, которые будут находиться в воздушном пространстве Российской Федерации и, собственно говоря, уменьшить бюрократию в получении разрешения на использование воздушного пространства. Второй момент, это обеспечение диспетчерами сопровождения БВС. То есть будет, как я так, насколько понимаю, как в полноценной авиации, то есть диспетчера будут весь маршрут БВС его, собственно говоря, сопровождать. Но это, к сожалению, не бесплатно. И третий момент, как объясняется, опять же, в законах, насколько я понял, диспетчера обязаны обеспечить бесперебойную линию связи управления БВС. То есть будут подбираться определенные частоты, которые, собственно говоря, не будут содержать в себе помех, по которым, собственно говоря, будет летать БВС. Возможно, я что-то из этого не так понял, возможно, я ошибаюсь, но посмотрим, когда все эти поправки вступят в силу, возможно, появятся какие-то комментарии и разъяснения. В общем, ждем и переходим к следующей новости. Газета «Реальное время» пишет, что в России около 70 компаний, из них 20 крупных, занимаются производством дронов. Напишите в комментариях, какие компании вы знаете. Ученые Северо-Кавказского федерального университета создали уникальную систему анализа почвы, урожая и льдов с помощью беспилотников. Система позволяет определить физико-химические свойства, также влажность земли, толщину и соленость морского льда. Это полезно для оптимизации маршрутов судов в Арктике. Проект использует два беспилотных аппарата, формируя радиолокационную зондирующую систему, что делает его более экономически эффективным по сравнению с аэрокосмическими методами. 18 и 19 августа в Иннополисе состоятся соревнования квадрокоптеров SkyRace в рамках конференции IIN 2023 по искусственному интеллекту для бизнеса. Соревнования будут проводиться в двух категориях – любительские и профессиональные. Регистрация участников уже закрыта, но по возможности вы можете перейти в качестве зрителей. Это будет бесплатно. Будут также проводиться мастер-классы и различные игры. Результаты выставки «Архипелаг-2023» в Новосибирске послужат основой для создания отечественного программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов. Эксперты на интенсиве разработали технические требования, которые будут использоваться для разработки пола, включая интеграцию с цифровыми двойниками, модульную архитектуру и управление через нейросеть. Там же на соревнованиях победил самый молодой оператор БПЛА в стране – 14-летний Булат из Татарстана. Он забрал 9 кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. В автомеханическом техникуме, находящемся в Коме, с сентября начнется подготовка специалистов по управлению беспилотниками. На оборудование и обучение по специальности эксплуатации беспилотных авиационных систем для первой группы из 25 человек региональный бюджет выделил 12,6 миллионов рублей. Китайский аспирант Южно-федерального университета разработал улучшенную нейросеть для беспилотников. Он разработал более легкий алгоритм под названием L-ULO, который включает новую головку обнаружения для улучшения точности и поиска маленьких целей, а также оптимизированный размер ячейк для более эффективного обнаружения. В Якутии запускают пилотный проект по мониторингу лесных пожаров с помощью беспилотников. Ранее в регионе использовались только пилотируемые авиации. Ожидается, что беспилотники помогут действовать оперативнее и снизят расходы из бюджета. Минтранс призвал оборудовать гражданские популасть системами защиты от столкновений с самолетами. Предлагается несколько вариантов внедрения, среди которых интегрированные автоматизированные системы управления и искусственный интеллект. Инженеры из Сколтеха представили гибридный гексокоптер Morpholander, который выполняет роль передвижного аэродрома для маленьких дронов. Эта гекса способна летать и передвигаться по неровной местности с помощью четырех ног. Масса гибрида около 10 килограмм, а его аккумулятор обеспечивает 12 минут полета. Два микродрона могут садиться на специальные платформы на верхней части его корпуса. На автодороге между Курганом и Тюменью сотрудники ДПС применяют беспилотные аппараты для выявления нарушителей правил дорожного движения. Видео, на котором зафиксировано один из случаев нарушения с помощью камер дрона, опубликовано пресс-службой ГИБДД Тюменской области. А в это время в сети все больше фото и видеоутечек DJI Mini 4, подробнее которого можно прочитать в статье на нашем сайте. Ссылочку ищите в описании под видео. DJI представила DJI Transmission. Инновационный продукт, который включает в себя видеопередатчик DJI и видеоприемник тоже от компании DJI. Характеристики и особенности. DJI Transmission оборудован технологией передачи O3 Pro, способной доставить сигнал на расстояние до 6 километров с минимальной задержкой. Поддерживает передачу 1080p 60 кадров в секунду с битрейтом 40 Мбит в секунду. Сохраняет детали каждого кадра для точного мониторинга. Обеспечивает мониторинг аудио в реальном времени 16 бит 48 килогерц. Технология O3 Pro предлагает до 23 вариантов каналов. Он совместим с Ronin 4D, Ronin 2, S3 Pro, DJI Master Wheels и DJI Force Pro. И какие, собственно говоря, у DJI Transmission будут комплектации. Стандарт комбо, видеопередатчик и видеоприемник. Набор с High Bright, видеопередатчик и монитор высокой яркости DJI High Bright. И, собственно говоря, цены. DJI Transmission Standard Combo 2299 евро и видеоприемник DJI Video Receiver от 1299 евро. DJI предупредила пользователей об отдельных приложениях для дронов. DJI сообщила, что поддельные приложения были обнаружены на Google Play. Компания советует пользователям получать операционные интерфейсы исключительно со своего официального сайта. В Швейцарии разработали сверхлегкий беспилотник Sail Mav, который способен летать и плавать. Дрон обладает складывающимися крыльями, весит всего 520 грамм при размахе крыльев до 1 метра. И создан из легкой полимерной пены с углеродной оболочкой. Он предназначен для наблюдения за поведением водоплавающих пицц. Благодаря уникальной конструкции и тихому движению он может регистрировать их поведение незаметно и без вреда для них. Калифорнийский производитель Pico получил одобрение Федерального управления гражданской авиации на свой крупномасштабный сельскохозяйственный беспилотник Pelican Spray. Дрон-распылитель весит 510 килограмм и может переносить до 245 килограмм распыляемой жидкости, покрывая до 100 гектар посевов в час. Компания Model AI представила свой самый маленький продвинутый дрон Starlin. Он весит 275 грамм и обеспечивает более 30 минут полета. Он работает на базе автопилота Voxel 2, оснащенного 15 функциями обработки данных с помощью искусственного интеллекта, что является максимальным показателем среди всех доступных автопилотов. Дрон включает в себя такие функции. Ориентирование по анализу изображений в условиях, когда GPS недоступен. Визуальное преодоление препятствий в стесненных пространствах. 3D-картографирование и планирование траектории в динамических средах. Нейронные сети Tensor Flow Lite для классификации объектов. Стоимость Starlink начинается с 2949 долларов. Переходим к рубрике «Советы». Сегодня поговорим про картографирование с помощью дронов. Картографирование с помощью беспилотных летательных аппаратов произвело революцию в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство и общественная безопасность. Итак, топ-7 приложений. PIX 4D. Усовершенствованная фотограмметрия. Точные карты и 3D-модели. Maps made easy. Простой интерфейс, подходит для начинающих. Дрон-диплоки. Скорость и эффективность подходят для сельского хозяйства. Capture Reality – реалистичные 3D-модели высокого качества. Context Capture – быстрая генерация 3D-изображений по фото или дар. PIX 4D Matic – быстрая обработка большого количества данных. И Sky Browse. Картографирование на основе видео. Подходит для обеспечения общественной безопасности и реагирования на стихийные бедствия. Если вам интересно узнать про какое-то из этих приложений подробнее, пишите в комментариях. Мы расскажем это в следующих выпусках. И переходим к рубрике «Место на карте». Каньон Гойнюк прислал наш подписчик. Каньон Гойнюк расположен недалеко от курортного местечка с одноименным названием. Находится в 9 километрах от Кемера на юге Турции. Курорт расположен на равнине, известной своими гранатовыми и апельсиновыми садами. Слово «гойнюк» в переводе с этрусского означает «плодородная долина» в месте небесно-голубого соединения. Равнину окружают горы Бейдаглары, в которых начинается небольшая горная река, сформировавшая на своем пути великолепный каньон. А на этом у нас все. Если понравился данный выпуск, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии к этому видео. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!